Меня зовут Елена. Я пытаюсь найти причину моего заболевания, которое врачи обнаружили около пяти лет назад. Когда я готовилась к первой беременности, эндокринолог мне сказал, что у меня заболевание щитовидной железы, гипотериоз. Врач, естественно, не могла сказать причину заболевания. Она, недолго думая, назначила мне гормонозаместительную терапию. Потом вдруг меня осенило, что оказывается я нахожусь в плену у таблеток, у гормонов. И мне захотелось найти выход из этой ситуации и уйти от гормональной терапии. Я снова пришла к эндокринологу, на что мне сказали, что выбора у тебя нет, придется принимать до конца жизни таблетки. Я очень угорчилась и решила пойти нетрадиционным путем. Пошла в гомеопату. На фоне гомеопатии у меня было улучшение, но недолго. Также я пробовала другие нетрадиционные методики. Но все сходилось к тому, что гормон продолжал расти без таблеток. И поэтому я не могла бросить их просто так. Я не знала, что мне делать дальше. На какой-то момент я была в тупике. Потом начала разбираться сама и дошла до психосоматики. Вдруг я поняла, что, возможно, причиной моего заболевания является непрожитый когда-то гнев, негативные эмоции. Я сразу вспомнила о ситуации из детства. Я впервые обращаюсь к психологу в рамках вашей программы. Я верю в то, что психолог обязательно поможет мне. Елена, мы только что выслушали вашу историю. И мне нравится такой подход в работе с людьми, что я не переубеждаю людей в каких-то моментах, а информирую их. И вот я хочу вам рассказать такой факт, что касаемо эмоций. Мы поняли, что вы считаете причиной вот этого заболевания гипотериоза, накопленные эмоции, невысказанные эмоции. Ком в горле формируется у вас, когда какая-то такая острая для вас ситуация случается. И вот такой факт. Под каждой эмоцией есть гормон. А раз гормон – химическое вещество, то у него есть период полураспада. Он не может быть вечный. К чему я клоню? К тому, что, возможно, та обида, которая была когда-то давно, она, ее уже, по сути, нет той самой, потому что гормон распадается. Ну, вот так вот для справки. Самый длительный гормон, который существует в крови – это кортизол, гормон стресса, наверное, знаете. Он 15 минут. 15-20 минут и распадается. Его больше нет. А касаемо тех ситуаций, когда человек длительно, например, находится в стрессе и испытывает какие-то состояния обиды или состояние горя, например, когда потеря произошла от человека или вещи, может, какой-то очень ценный, выбрасывается каждый раз новая порция гормонов. И здесь проблема немного в другом заключается. Не в том, что было тяжелое детство, либо какая-то ситуация, хотя это очень важно, что может развиться и посттравматическое стрессовое расстройство. Тот факт, что это было когда-то тогда, не имеет никакого отношения к тому, что у вас есть сейчас, ровно потому, что те эмоции, которые были тогда, их уже нет. В таких вот ситуациях всегда приходим к тому, что у человека нет навыков психологической гибкости. Есть же разные люди, у которых случилась беда, может, действительно какая-то беда. Грусть, потеря, там, все это было, но они способны идти дальше. И причем есть разные люди, которым меньше времени нужно, чтобы пойти дальше, которым некоторым больше нужно времени, чтобы это осмыслить и как-то принять тот факт, что произошло. А есть люди, у которых не случается этого. Не потому, что они какие-то особенные или потому, что у них чего-то не хватает, или наоборот, у них чего-то слишком много. Мы все одинаковые с точки зрения физиологии и уж тем более работы нервной системы, там, выше нервной деятельности мозга. С точки зрения Максима я не согласна в той части, что нельзя рассматривать человека именно с точки зрения того, что это просто набор физиологических каких-то компонентов. Любой симптом – это послание души, это связь с бессознательным. И любой симптом несет свое послание человеку. Да, он правильно говорит о том, что нужно принимать эмоции, нужно говорить им «да». Но это то же самое, если вы скажете курильщику, что ты знаешь, курить – это вредно. Задача психотерапии все-таки – сформировать не просто новую идею человека, а сформировать новую нейронную связь в головном мозге. Расскажите, пожалуйста, свою историю, как вы вот с этими внутренними эмоциями самостоятельно пытались справиться или при помощи кого-то, или, может, чего-то даже? Изначально я пробовала подавлять, потому что я не знала, что с ними делать. Я привыкла подавлять эмоции. А что делать? Подавлять? Вы говорите, подавлять. А что вы делали в этот момент? Что конкретно надо делать? Ну, например, я говорила себе, что так нельзя. Например, кричать нельзя. Нельзя почему? Какой аргумент у вас был? Почему нельзя кричать? С чего вдруг такое мнение? На самом деле, хороший вопрос. У многих людей мнение противоположное – надо кричать. Мы не говорим, что они правы, но тем не менее. Почему нельзя кричать? Надо подумать над этим. Может быть, кто-то плохо подумает. Тот человек, с которым ссоришься. Как вариант. Да. Потом я пробовала, как вы сказали, объяснять себе, почему у меня эта эмоция возникла. Искать причину. Да, причину. Уже не подавлять ее, а, например, высказывать человеку свои эмоции. Например, я расстроена, потому что ты там вот так вот сделала. Либо я рассержена, либо мне не нравится. Это поведение. А с самой эмоцией что делали? Она же есть. Вы ее декларировали. Это хорошо и правильно. В спокойном темпе декларировать, что ты меня расстроила. Слушай, ну не делай, пожалуйста, так больше. А с эмоцией-то что делать? Она же есть. Ничего не делала. То есть просто терпели, пока она как-то… Да, ну в острых ситуациях, когда накапливалась, я плакала. Помогала? Да, помогала. На какой примерно срок помогала? Ну, пока ситуация, например, вновь не повторялась. Если мы говорим о ситуации, которые повторялись. Вот этот ком в горле. При каких примерно обстоятельствах у вас появляться начинает? Ну, например, в общении с мамой. То есть у нас очень много моментов, в которых мы не можем никак сойтись. И раньше зачастую, если, например, она говорила какие-то обидные вещи, то мне изначально хотелось высказать свое мнение. И оно, конечно же, отличалось от ее. Но я себя сдерживала, поскольку привыкла не высказывать свое мнение. И, например, если она что-то говорила, то я либо отворачивалась, уходила, либо плакала. Ну, а я не говорила ничего вообще. И затем мы делали вид, что все хорошо, и больше не обсуждали этот момент. А с эмоциями что делали? Как вы их себе объясняли? Например, что я бедная и несчастная. Например, почему вот у меня все так? Или переносом занимались. Вот почему у меня такая плохая мама? Вот я хорошая, а почему она ко мне так несправедлива? Или, например, я плохая, и вот почему я такая плохая? За что вот мне вот это все? Как вы себе объясняли? Это ваша вина или ее вина? Ну, вообще, когда я была младше гораздо, то есть в подростковом возрасте, то, да, мне казалось, как будто бы, ну, я какая-то несчастная. Да, за что мне такое? За что? Почему у меня такая судьба? А потом со временем я поняла, что, во-первых, это мне все дано для какого-то определенного роста. И это не мама виновата в том, что у нее такое поведение, поскольку ей тоже тяжело со своими эмоциями. Это виновата не вселенная, не мир вокруг. Что это именно моя реакция такая, что должна быть причина во мне. Не потому что, не то чтобы я плохая, но просто вот я не знаю, что делать с этими эмоциями. Это не бывает таким образом, что, например, в детстве был неблагоприятный, там, травматичный опыт, было пренебрежительное отношение с ребенком, и потом вдруг в 30-40 лет человек чем-то заболел. Нет. Это все происходит постепенно. То есть сначала происходит подавление каких-то эмоций. Ребенок не научается экологично правильно себя проявлять. Именно с эмоциями, не с взаимоотношениями с мамой? То есть маску врага вы надели на эмоции, правильно я понимаю? Ну, скорее, да. Сначала на себя надевали, почему я такая плохая, за что я такая родилась, потом надевали на маму, почему она так ко мне не справедлива, а сейчас надели на эмоции. Что внутри меня есть какая-то штука, которая условно может вызвать заболевания какие-то, дискомфорт, жизнь мне не дает, как-то нестабильность, и счастье у меня отняла, и вот это вот все. То есть сейчас эмоция врага на внутренних процессах. Да, скорее всего. Вот пока вы рассказывали, хорошо подметили, что я привыкла так реагировать, потому что единственное, что связывает те самые ситуации из детства, и настоящий момент, это привычка поведения, привычка интерпретации. Все, не более того. Так же, как телефон, например, класть вправо карман, а не в левый. Если вы будете пытаться класть в левый, то первое время вы все равно будете класть его вправо, и потом вспоминать, перекладывать. Но через какой-то момент, я думаю, ни у кого сомнений нет, мы все-таки придем к тому, что вы будете в левый его класть регулярно, если достаточно потренируетесь. И вот это очень важно понимать, что какое бы прошлое у человека не было, война, плохое воспитание, преступное воспитание, или что-то еще, инвалидность, предположим, что если продолжать жить согласно того своим ценностям, активности и всего остального, правильно взаимодействовать с самим собой, с миром и с людьми в этом мире, то прошлое, какое бы оно ни было, никак не может на нас повлиять. А вот тот факт, что человек сначала кладет, точнее, надевает вот эту маску врага на прошлое или на свои эмоции, это фактически развязывает какую-то вражду. Он начинает воевать, если с прошлым, то с тем, что изменить невозможно, вместо того, чтобы это принять как факт. Вот это часть моей истории. Вот она вот такая. Даже можно сказать, что она плохая. А почему стоит врать? Реально плохая история, вот у меня такая. Ну а я-то здесь при чем? У меня она такая была. А я сейчас живу просто как обычный человек. Потому что теперь не жить, если меня, например, изнасиловали. Как дальше-то быть? Я живу свою жизнь дальше. Это вот отличает людей с различными внутренними проблемами от здоровых людей. Важным, на мой взгляд, является то, что стоит принять те эмоции, которые появляются внутри, не избавляться от них, а именно прожить и отпустить. Что касаемо психосоматики, большое заблуждение считать, что какая-то конкретная ситуация из прошлого могла вызвать какое-то конкретное заболевание. Я смотрел вот эти вот учебники по психосоматике, там новую германскую медицину, которая нынче модная. Нету ни одного исследования и быть не может доказательной прямой связи между шлепком по попе и развитием у человека сыпи какой-нибудь в возрослом состоянии. Или то, что ребенок замалчивал в детстве, у него теперь гипотиреоз, например, будет. Потому что чисто территориально ком в горле. Значит, щитовидка должна быть. Я действительно, наверное, слишком долго зацикливалась на прошлых событиях и не оценила настоящее. Теперь я понимаю, что действительно мы живем здесь и сейчас. То, что было в прошлом, его никак уже не изменить. Я думаю, сейчас мы самую последнюю важную вещь одну разберем. Это то, что опасность, когда человек занимается психотерапией, вот, например, или психосоматикой, или какому-то другому специалисту идет, неважно, и не лечит основное заболевание. Это прям сильно важно. Потому что, например, касаемо гипотиреоза, необходима заместительная терапия. Почему? Потому что сниженный уровень гормонов начнет разваливать весь остальной организм, если их не выровнять. И важно не тянуть это время. И золотое правило – хочешь заниматься психотерапией с физическим заболеванием, занимайся параллельно. У докторов обследоваться, назначить нормальное лечение с доказательной эффективностью, не абы какой, а проверенное во всех странах. Лечиться параллельно, параллельно заниматься с психологом. Я все-таки согласна с Максимом в том моменте, что он все-таки убедил ее не отказываться от терапии, ну, обычной, нашей традиционной. Но при этом, конечно же, работать через духовную составляющую, через терапию. Таким образом, выздоровление действительно происходит в разы дешевле. Дешевле, на самом деле, для здоровья и для времени. Если считать, что временной ресурс самый невосполнимый в этом мире, да, это дешевле будет, действительно, и она быстрее излечится от своего недуга и сможет жить с счастливой, полной жизнью, на самом деле. Могу сказать, что практически у всех заболеваний есть психологическая составляющая, это правда. Даже у перелома. А такие заболевания, как сердечно-сосудистые, например, гипертония или сахарный диабет, предположим, или расстройство кишечника, например, синдром раздражённого кишечника, какие-то функциональные такие вещи. Здесь огромная составляющая. Она даже больше, чем физическая составляющая. И синдром раздражённого кишечника – это скорее диагноз психиатра. Психиатра-психотерапевта, нежели гастроментролога. И его тоже. Они должны работать в команде. Некоторые люди правы, что у них психосоматика, но в понимании не том. Психосоматика – это когда человек понервничал, у него, например, жидкий слуд случился. Медвежья болезнь, так называемая. Очень распространённая вещь. Или понервничал, и давление поднялось. Это психосоматика. Но то, что меня дёрнули за косичку или увидели голышом в душе в детстве – нет, это не психосоматика, это фантазия. Есть упражнения очень хорошие. Вот сейчас представьте. Я буду рассказывать эту историю, а вы представляете себя на месте героя. Представьте, что вы стоите на одной стороне обрыва, между вами обрыв, а на другой стороне обрыва большой монстр стоит. Страшный, который вас правда пугает. Или давайте ваша мама, например, там стоит. В какой-то схватке вы находитесь по какому-то острому для вас вопросу и не можете найти общий язык. Между вами пропасть. То есть вы не можете никак попасть друг к другу. И у вас в руках канат. У неё в руках канат и у вас. И аргументами является то, что вы тянете канат. Тянете маму и хотите условно скинуть её в пропасть. Понятно, что вы не хотите скинуть пропасть, но вот такая вот механика. А она, соответственно, вас. Чьи аргументы перетянут. Чем вы громче кричите, тем сильнее она тянет. И такое вот противостояние. И вы находитесь на этом противостоянии. Чем ближе к пропасти, тем тревожнее, тем обиднее. Тем больше внутренний шквал эмоций какой-то. И у неё ровно так же. Как закончить это? Есть вариант скинуть её. То есть переспорить фактически. Или может даже ударить. Или как-то отказаться от общения с ней. Ну, какие-то радикальные методы. Но они не очень подходят, мне кажется. Нет, скинуть, конечно, это не вариант, я думаю. Метафорически, конечно, скинуть. А как закончить-то вот это всё? Простая ситуация из трёх элементов. Вы, мама, пропасть канат из четырёх. Ну, может быть... Во-первых, отказаться от борьбы. Как? Мама идёт в свою сторону, я иду в свою сторону. Ну, предположим, она хочет бороться. Дёргать за канат и провоцирует вас. Такое же бывает в жизни. Пусть борется. Я отпущу канат. Борьба закончится тогда, когда вы выпустите канат из рук. И пока вы его снова не возьмёте. Вот это психологическая гибкость. Ловили идею? Я постараюсь принять маму такой, какая она есть. То есть с её внутренним миром, с её эмоциями. И быть благодарной и признательной за то, что она мне даёт. И ни в коем случае не винить её, не винить себя. Вот это вот история про канат. Отказаться от борьбы. Отказаться от борьбы. Но тут получается конфликт. Ну да, она отказалась от борьбы. Она просто её вытеснила. Любой конфликт мы не решим, если мы его... Ну, просто скажем так, всё, я отказался от борьбы. Вот эти вытеснённые моменты, они начинают нас... То есть вот есть эго-сознание, вытесняется в бессознательное. И эти моменты разные, вот эти частички, которые мы вытесняем, они начинают нас через бессознательное к нам в жизнь проникать. Через сны, через тревожность, через симптомы в том числе. Отказаться от бесперспективных каких-то занятий, если человек не идёт, например, навстречу. Но при этом можно остаться к нему добрым, понимать, что он не виноват, что вот он такой, и принять его. Но разумно снизить с ним времяпрепровождение, потому что неприятно. От некоторых людей отказаться можно. Например, развестись с токсичным человеком. Не важно, это мужчина или женщина будет. Друзей, опять же, мы выбираем. Мы только от себя не можем отказаться. А вот себя мы обязаны принять. Сейчас хочу вас спросить. Понимаете, как дальше действовать? Я много очень говорил. Мне интересно, у вас выстроилось это всё в одну цепочку? Дальше-то что делать с этим гипотириозом? Ну, я думаю, как минимум, перестать вспоминать те ситуации, которые, как я считала, были пусковым моментом. Постараться проявлять к себе уважение, прислушиваться к себе, к своим мыслям, эмоциям. Не отгонять, если какая-то эмоция негативная пришла. Принимать себя такой, и эмоцию такой, какой она является. Допустить то, что я могу, например, злиться, обижаться и так далее, и тому подобное. Более того, вы не выбираете ни одну эмоцию. Вы лишь констатируете факт. Да, то есть принимая то, что ко мне приходит. Да, это есть, и это норм. И, наверное, благодарить за то, что это ко мне пришло, и отпускать. А благодарить-то за что? Это же физиология. Может быть, для того, чтобы... Просто сказать всем внутренним процессам и переживаниям «да». Это вот как фильм с Джимом Керри. Скажи «да». А вы раньше говорили внутренним процессам «нет». И настолько это «нет» было громко и с ненавистью, что на них была надета маска врага. Понимаете? И когда человек скажет эмоциям «да» и внутренним процессам «да», они, во-первых, снизят свою интенсивность, потому что, ну а чего? Продолжительность снизит. И кон в горле меньше будет образовываться. И параллельно полечитесь от гипотириоза. И если в этом вашем конкретном случае у гипотириоза была большая психологическая составляющая, у вас начнут снормализовываться гормоны. Но это не факт. Потому что у гипотириоза есть и физическая составляющая. Да, понимаю. Коммутации в каких-то генах, в клетках и разные другие причины. То есть хорошо, если пройдет, но и надеяться, что 100% пройдет, не стоит, потому что, вероятно, разочаруетесь. Героиня сказала о том, что у нее появляется ком в горле. Что можно делать? То есть я бы в своем методе пошла в этот симптом, попросила бы его усилить и начинала бы его разворачивать телом. Есть определенные методики. Он начинает трансформироваться. Мы бы с ней трансформировали этот симптом. Дальше бы она была... Ну, как сказать... Ее процесс был бы именно ее процесс с точки зрения уникальности. Возможно бы она вышла в такую историю, что... О, да, у меня такой огромный ком здесь накопился. И мне нужно просто сказать... Возможно бы она начала просто что-то говорить. Возможно бы она начала просто кричать. Потому что там очень много гнева подавленного, естественно. И о том, что человек понимает, что ему нужно проявлять эмоции, говорить им «да», это не значит еще их проявлять. Нужно научить человека их проявлять. И проявлять экологично. И научить не через голову, а все-таки через тело. А теперь вопрос. Готовы ли снять маску? Нет. И мы принимаем ваш ответ и ваш выбор. Вот так вот работает принятие. Это приятно, когда и тебя принимают без задней мысли, не делая выводов о человеке. И когда вы проявляете это принятие к себе, вы будете чувствовать то же самое. Этому стоит научиться. Да, Максим, вы правы. Спасибо вам большое. Оценки-то рано какие-то давать, потому что это только начало пути. Понять, в какую сторону смотреть, это не значит даже что-то сделать. Посмотрим. Хочу поблагодарить в первую очередь Максима за то, что он проделал определенную работу в отношении моей истории и дал, на мой взгляд, очень важный совет. Я обязательно попробую применить его в своей повседневной жизни, чтобы научиться прорабатывать свои эмоции, принимать их должным образом. и обязательно параллельно буду придерживаться гормонозаместительной терапии, чтобы мое излучение, оно проходило в нужном русле. В противном случае, я думаю, если у меня появятся какие-то сложности, то я обращусь к специалистам, то есть к психотерапевтам, и параллельно буду работать с эндокринологами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова